Постановка целей. Любимая тема многочисленных тренеров, спикеров и прочих разных обучальщиков. Авторов книг, тренингов разнообразных и так далее. И это действительно важная тема. И я очень долгое время чувствовал себя ущербным, таким недоделанным, убогим в этом смысле. Потому что такие классические рекомендации по постановке целей, когда ты продумываешь цели на ближайшее время, потом на краткосрочную перспективу, на среднесрочную перспективу, на долгосрочную перспективу, на 10, на 15 лет. И вот эти цели, ну и так далее. Все эти рекомендации я сейчас не хочу повторять. Все, что мне рассказывали, все, что я повторял, все, что я записывал много раз. Я пришел к практическим путем таким, пришел к выводу, что относиться к этому делу надо проще. Вообще, как оказывается, ко всему проще надо относиться. А к такой важной теме, к такому важному делу, как к постановке целей для себя, нужно относиться максимально просто. Потому что любая изощренность, любая вычурность, любая придумка, фантазия, не основанная на реальности, она кроме вреда ничего не приносит. К чему я клоню? Я понял, что высохнули из пальца цели, которые я придумал, сидя на тренинге, или сидя в тишине в уголке своей комнаты, выполняя рекомендации тренеров разнообразных, это не то. Вот насущная потребность, действительное желание, естественно, складывающаяся у тебя в сердце, в голове, в результате воздействия всех обстоятельств твоей жизни на тебя. Вот это и есть реальная истинная цель. Совсем недавно я, вот что важно, все рекомендации об одном говорят, записывать цели, вот с этим я абсолютно согласен. Но выдумывать, высиживать искусственно, придумывая себе какие-то замысловатые цели, это неправильно. Должно быть все естественно. Ну, например, вот у меня была всегда мечта, желание, страстное желание такое, вот оно. Оно проявлялось в моей жизни всегда. Я об этом, как оно, а я об этом думал. Я этого хотел. Я просто все время возвращался к этому. Я все время какие-то действия совершал в этом направлении. Что я имею в виду? Вот цель, конкретная цель. Совсем недавно я нашел у себя в рабочей тетради, в старой, запись трехлетней давности. И вот эта запись побудила меня сейчас сделать вот то, что я говорю. Рассказать об этом. Вот я сейчас покажу. Нашел тетрадку вот эту. Открыл ее вот здесь. И нашел, увидел. Смотрите. Вот что я писал. Три года назад примерно. В бизнесе нельзя слепо придерживаться традиций. Вы должны быть в этом очень осторожны. Если вы придерживаетесь традиционной мудрости, если вы делаете дело точно так же, как все, вы проиграете. Единственный способ вырваться вперед, а для меня это было важно, реально вырваться вперед, надо быть не таким, как все. Ларри Эллисон. Американский бизнесмен. Написал. Меня это, меня это очень зацепило, задело. И вот что я проделал. Я после этой цитаты взял и выписал. А что же, как же мне выделиться из всех? Какую же мне придумать систему работы? И вот я написал три года назад. Первое. Создать личную рекрутирующую машину. В скобках. Через интернет. Вот это была моя цель. Второе. Создать систему поддержки, обучения и развития партнеров на дистанции. Через интернет, запятая скайп. Ну и тут что-то такое, то, что уже потеряло всякую актуальность. Дальше. Что, как и кому говорить через интернет, чтобы бизнес взорвался в кавычках и стал международным. Записал я. И вот что написал. Система должна быть, требования к ней, дублицируемая, простая и комфортная. Она должна обеспечивать максимальный охват всех категорий русскоговорящих людей. Знакомых с твоего окружения и незнакомых в стране и за границей. Сайт, диски, живые презентации в сочетании. Как должна выглядеть моя работа? Писал я. Я за границей, на дистанции. Автоматически работает рекрутирующий сайт. Звонки, письма, ссылки доводит до проплаты. То есть до появления нового партнера. А дальше начинается работа с партнером. Дать ему заранее заготовленный сценарий, инструктаж. Сценарий должен содержать в себе конкретные инструкции, что, как, в какой последовательности делать, как обеспечивать обратную связь со спонсором для поддержки и обучения. Он должен быть в электронном виде. Интернет короткий и простой. Инструктаж и так далее. Вот это я писал себе три года назад. Я не знал, как это будет. Тут много вещей, которые сегодня для меня неприемлемы. Но я хочу сказать, у меня была эта цель. Реально, во мне, это желание создать рекрутирующий механизм, который позволял бы любому человеку в интернете, опираясь на инструментальную базу, общаться с людьми, со знакомыми, а незнакомых людей переводить в знакомые, и доводить их до такого состояния, чтобы они в автоматическом режиме приобретали продукт, пакет, выходили на тебя и говорили, я купил стартовый пакет, что надо дальше делать. И дальше он получает соответствующие инструменты, механизмы, сценарии и начинает делать то же самое. Сегодня именно это я имею. У меня была цель, я ее записал, я все время над ней думал. Это была невысосная, невыдуманная, непридуманная цель. Купить Мерседес, купить дом на берегу моря и так далее. Эта цель такова, что она, ее достижение позволяет достичь большого количества других целей. Итак, три года назад. Как это будет, я не представлял. Я просто записал требования к этой системе. Создать личную рекрутирующую машину через интернет. Создать систему поддержки, обучения и развития партнеров на дистанции через интернет, скайп. И сегодня у меня такая система есть, и она работает. Она работает реально. Она работает реально. Работает реально. За неполных 4 месяца в моей организации 2000 людей, более чем в 20 странах мира, 28, точно, в странах мира, и это приносит уже серьезный доход. И самое важное, что люди, которые включаются в бизнес, имеют возможность воспроизводить, повторять, потому что это сделано просто, комфортно и дублицируемо. К чему я все это рассказал? Не для того, чтобы показать, какой я молодец. А я показал это для того, чтобы мы не тратили время на разнообразные теории, которых действительно много. Есть специалисты по постановке целей, которые перебиваются с хлеба на воду. Или специалисты по тайм-менедженту. Вы не выговоришь, ведь. По управлению временем. У которых ровно 3 копейки в кармане. Все должно быть естественно. Все должно быть просто. Все должно быть по-человечески. Все должно быть применимо к твоей личности. Никаких голых схем. Все не должно быть как у всех. Ты должен думать над тем, чтобы как тебе себя проявить, свою личность. Не у каждого такая цель, как у меня. Создать рекрутирующую машину. У кого-то есть цель выбраться из долгов. Так вот, бери, ищи такую рекрутирующую машину, подключайся и вырывайся из долгов. В таком-то конкретном сроку отдать столько-то денег, тем-то, тем-то и тем-то. Заткнуть такие-то дыры. Это классная цель. Для того, чтобы это произошло, нужна система, которая позволяла бы вам это выполнить. Почему? Потому что я имею опыт и точно знаю, точно знаю, что без системы прорваться очень быстро. И одна из главных моих мечт, целей, желаний было создание рекрутирующей автоматической системы. Ну, хотя бы в полуавтоматическом режиме. И вот, как оказалось, пожалуйста, пример. Я хотел, я об этом думал, я все время над этим работал, я записал и неожиданно наткнулся на свои записи, когда у меня все уже было сделано. Я желаю вам удачи. Всего доброго.